Три новых закона, принятых этой весной, вызвали массу вопросов и критики, особенно в интернет-сообществе. Вот типичная СМС на тему закона об оскорблении власти. Разве чиновники чем-то отличаются от других граждан нашей страны? Разве они выращиваются в инкубаторах или, может быть, прибыли с Марса? Вообще, эта тема очень задела и блогосферу. Сейчас с нами на связь выйдет популярный блогер, создатель паблика МДК, 10 миллионов подписчиков, между прочим, большая аудитория, Роберто Панчвидзе. Сейчас, надеемся, увидеть его на экране в нашей студии. Да, Роберто, здравствуйте, вы в эфире и задавайте ваш вопрос. Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Роберто Панчвидзе, я главный администратор и редактор паблика МДК. Поскольку я имею дело в основном с молодежью и интернетом, то проще всего мне будет рассказать о том, что мне близко и что конкретно болит. 18 марта вами был подписан закон о неуважении к власти. Кроме СМИ он затрагивает интернет. В нашей стране интернет это больше, чем перечень сервисов социальных медиа. Интернет в России это прежде всего люди. Люди, которым необходимо высказываться, которые, ощущая растущее социальное напряжение, ищут куда бы выплеснуть свой негатив. И вот на просторах мировой паутины они спокойно и, самое главное, безопасно этим делом занимались. До поры до времени. Сейчас из-за этого закона мы все как пользователи находимся в большой опасности. Хотелось бы попросить вас последить за исполнением этого закона и взять на контроль, чтобы не повторилась ситуация с печально известной статьей 282. Все предпосылки к этому есть. Только несколько дней назад в одной лишь Архангельской области этот новый закон позволил привлечь к ответственности шесть человек. Шесть человек из-за комментариев группы ВКонтакте. Одну женщину оштрафовали за комментарий о новости о свалке в Шейсе. Концитирую дословно. Они совсем оборзели. Не знаю, как дела обстоят с остальными, но хотелось бы, чтобы появились какие-то четко очерченные границы, где проходит грань между оскорблениями и критикой, дабы не только люди могли правильно понимать и создать этот закон, но и власти им не заупотребляли. Спасибо. Я понимаю, о чём речь. В этом законе речь как раз не идёт о критике власти. Наоборот, она должна быть свободной. Люди должны и имеют право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов. Это само собой разумеется. Закон направлен совсем на другое. Он направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, собственно, нашего народа, каждого из нас, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, над гербом и так далее. Вот о чём идёт речь. А такие факты всё-таки имеют место быть, и мы не можем не обращать на это внимания. Более того, такая практика не какая-то квасная российская. Во многих странах мира уголовная ответственность предусмотрена даже. Несколько лет лишения свободы даются в европейских странах, допустим, в Федеративной республике Германия. У нас административная ответственность только вводится на этот счёт. Поэтому здесь нет ничего необычного. Но с чем я не могу с вами не согласиться, вы абсолютно правы, никто не имеет права злоупотреблять вот этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня, кстати говоря. И, конечно, мы будем за этим следить. Я попрошу и Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона.